Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Итак, мы продолжаем Утро на Болткоме. Как на грех, вот именно в день рождения Билла Гейтса мы испытываем какие-то затруднения со связью, но пока что все детруа, так сказать, мы встретились в Зуме. Я, Александр Шунин, находясь физически в студии Радио Болткома, и коллеги Олег Пека и Абик Элкин. Доброе утро. Доброе утро. Все на связи. Ура. Итак, мы живем в непонятном, я бы сказал, осадном положении. Вчера вдруг поступил запрос на отставку Даниэль Павлюца, и половина дня была посвящена нахождению в такой боевой позиции. Что-то случится, не случится. Все со всеми консультировались, все со всеми встречались. Премьер встречался с врачами. Потом вышел оттуда в холодном поту, сказал, ну, вроде как, снимать не буду, но кризис налицо. Сами врачи между собой тоже поругались. Вице-президент общества врачей требует отставку президента общества врачей. Депутат Сейма, кардиолог Андрис Скрида, которому прочь от министерский пост в случае отставки Павлюца, сомневается, что он вообще сможет занять эту высокую должность. В общем, назрело обсудить происходящее. Абек, ты как человек, который лучше всех понимает, что происходит, что происходит. Да, ну, на самом деле, ведь недовольство министра здоровья, знаете, зрело давно. То есть, этот гнойник уже зрел, 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 и вот, наконец, он созрел. Последней каплей, конечно, стало такое решение или инициатива, идея фикс, называйте как хотите, господина Павлюца и его команды объявить всеобщую мобилизацию медиков. Так, фактически, речь идет о том, чтобы задействовать закон о мобилизации. Он был принят еще в 2002 году, ну, то есть, почти 20 лет. И, естественно, когда его принимали, все думали о том, что вот этот закон может понадобиться, если, не дай бог, на Латвию кто-то нападет. Ну, мы сейчас не будем спекулировать, кто может напасть на Латвию, но, тем не менее, закон был принят именно с этой целью. И там было четко регламентировано, как государство начинает мобилизовывать военный персонал, потом гражданских лиц, потом военно обязанных, резервистов и так далее. И, фактически, господин Павлюц сказал медикам, при том сказал это не им самим в лицо, а через средства массовой информации, что, ребята, ну, мы вас сейчас заставим работать в ковидных отделениях, не объяснив, почему нужно их заставлять, кого будут заставлять, какие медики нужны. А если вы не пойдете, то законом о мобилизации предусмотрено аж уголовное преследование. Ну, фактически, это было последней каплей, поскольку до этого, как мы помним, медики требовали, и господин Павлюц что-то вроде этого им обещал, что будет в бюджете предусмотрено рефинансирование, что с следующего года медики получили, ну, более достойную привлавку, как было прописано в своем законе, до 20%, добавка к жалованию. В результате денег не дали, а вот дубинка или кнутом, как он остудит в последнее время, пригрозили. Ну, естественно, медики посчитали, что раз господин Павлюц общается с ними посредством угроз и через СМИ, то такой министр им не нужен. Но, в принципе, если так вот абстрагироваться, я не хочу сейчас вот бросать много камней в огород господина Павлица, но я бы сказал только одно. А какой, в принципе, результат вы хотели получить? Если ты помнишь, мы, Саша, мы вот с тобой в этой студии, еще когда только господин Павлиц заступал на пост министра здоровья, я оценил это весьма скептически, не потому что я не верю в организационные способности господина Павлица, а потому что чудес не бывает. Но не нужно музыканта ставить министром здоровья в ситуации, когда действительно практически война. Прости, Абик, я хочу одну ремарку себе позволить. Меня задевает необъективность по отношению к господину Павлицу. Опять же, я не хочу выступать в роли условного адвоката-дьявола или особо хвалить его за что-то. Нет, хочу просто уточнить. Все заостряют внимание, ну, потому что так ярко звучит, музыкант. Но ведь почему-то не принято упоминать, что у него диплом Гарварда об... Он закончил магистратуру, по диплому он профессиональный чиновник. У него было направление государственное управление. Он профессиональный управленец, в отличие от абсолютного большинства тех, кто занимает министерские и прочие управленческие посты в нашей стране. Нет, ну, видишь, какая ситуация. Я не очень люблю такие исторические параллели, но позволю тебе, наверное, такое сделать лирическое отступление. Вот когда немцы стояли в 25-32, по разным данным, километрах от Москвы, то Йосиф Виссарионович, для которого, как мы знаем, существовало только два мнения, его и неправильное, понял, что дела плохи. И все-таки собрал тех военачальников, не которые бумаги перекладывают, а которые что-то в военном деле понимают. Я к чему говорю, что господин Павлец может быть прекрасный управленец, и может быть, действительно, в мирное время, когда нет пандемии, когда мы не видим такого апокалипсиса в больницах и в цифрах заболевших, вполне возможно, мог бы Минздравом управлять и неплохо бы осваивать вот эти бюджетные средства, которые, кстати, на Минздрав выделяются уже в очень больших количествах, 1 миллиард 100 миллионов с копейками, если мне память не изменяет. Но у нас апокалипсис, нет времени на раскачку, и человек, даже если он трижды гениальный управленец, он не знает отрасль, и это самое главное, потому что вообще говорить о мобилизации, не понимая вообще специфику работы медиков, ну, может, действительно, может быть, хорошее управление, человек, которого это отрасль и не понимает. Но я извиняюсь, какой смысл мобилизовывать какого-то медика в поликлинике, я сейчас не хочу никого обидеть, чисто практически говорю, который последний раз острого пациента видел, когда он учился студентам лет 30-40 тому назад, какой с него будет толк в ковидном отделении. Но мы же понимаем никакого. Нам нужно что? Нам нужны санитары? Если нам нужны санитары, давайте среди безработных объявим конкурс, заплатим им, так сказать, по тысяче, по полторы евро, они побегут работать санитарами. Если нам нужен квалифицированный медик, который может спасать жизни, ну, я извиняюсь, но это не поликлиники. Это не поликлиники. Но неужели этого непонятно? Но это непонятно человеку, и его даже в этом нельзя винить, который никогда в этой системе не работал. Да, но... Олег, прости. У меня, да, вопрос был, Абик, а вот речь шла ли о коммерческой сфере, о медиках, которые работают в коммерческих структурах? То есть, ну, человек делает пластические операции, и вдруг ему говорят, что он мобилизованный, должен выносить... Именно. По существу, ведь, сказав А, очень хороший вопрос, господин Павлович не сказал Б, кто, собственно, кого хотят мобилизовывать. Мы можем предположить, если действительно люди, которые есть в окружении Павлю, немножко грамотные, мы можем предположить, что речь идет о тех врачах, небольшого количества врачей, которые могли бы реально принести помощь именно как врачи. Речь-то идет о мобилизации именно медицинского персонала, не санитаров. И такие врачи есть. Это, по существу, всего там, не знаю, до 10 человек, наверное, анестезиологов, реаниматологов, которые, как ты правильно заметил, работают, например, в пластической хирургии, есть те врачи, которые работают в дневных стационарах. То есть их работа хотя бы в какой-то степени приближена к той работе, которую нужно делать в отделениях для ковидных больных и в интенсивной терапии. Но я еще раз хочу сказать, что их настолько мало, что для этого не нужна мобилизация. Министерство могло вполне связаться с владельцами этих клиник и договориться о том, как за дополнительную плату эти люди могли бы взять на себя несколько дежурств, и то им придется пройти определенную подготовку. Ведь это не шутка. Речь идет о человеческой жизни. Мы же не говорим о том, простите меня, кто будет балки разгружать. И еще один важный момент. Вчера это прозвучало на встрече медиков с господином Каренщичем, с премьер-министром, что оказывается, несколько десятков заявлений от резидентов, от врачей уже с сертификатом, было за последние два месяца, где люди высказывали свою готовность работать в комитетных отделениях, заявлений. Так с ними за эти два месяца даже никто не связался. Вот с чего надо было начать, а не с какой-то всеобщей или частичной мобилизацией. Но ведь о мобилизации, правда, добровольной, речь шла во время прошлогоднего пика заболеваемости. Ну да, тогда и были составлены списки готовых выйти, так сказать, на передний рубеж и принять на себя удар. Но все равно складывается такое впечатление при всем уважении к медикам, а я действительно с превеличайшим уважением и пиететом отношусь к представителям этой профессии, такое впечатление, что вот они обиделись, потому что не тем тоном их попросили. Да, можно потом, когда мы пройдем, вот это ты несколько раз назвал ситуацию сложившуюся апокалипсисом, потом уже разбираться, кто прав, кто виноват, как можно было поступить. Сейчас уже мы дошли до такой ситуации, что почти все средства хороши, надо спасать жизни, все верно, речь идет о жизнях людей. По поводу спасения жизни людей, я так понимаю, что и здесь медики есть что сказать, у них тоже были претензии, они это говорят в адрес Минздрава. Четыре с половиной месяца, ты помнишь, мы об этом с тобой тоже неоднократно говорили в этой студии, у Минздрава было на то, чтобы подготовиться к этому апокалипсису. Не сейчас сказать, что ничего не было сделано, это было бы неправильно, но только сейчас принимаются какие экстренные меры, только сейчас решается вопрос, но это Реческая дума решает, поскольку это муниципальная больница, а во влечении, в процесс лечения или долечивания ковидных больных первой больницы, даже второй травматологической, в связи с этим возникает вопрос, а куда же теперь будут люди обращаться с травмами, ну, видимо, никуда, да, и дальше... Не время травмироваться. Да, то есть это очень длительная беседа, но это все можно было делать, знаешь, не в конце октября, это все можно было делать за годи, за четыре и с половиной месяца, можно было первую больницу, сколько я уже тоже неоднократно говорил превратить, действительно, в госпиталь, можно было там не лечить ковидных больных, можно было там размещать больных других направлений из университетских клиник и тем самым разгрузить больницу Страдания и больницу и Восточную. Только сейчас делаются какие-то шаги уже тогда, когда у нас уже скорые стоят в очереди на разгрузку, простите за такое слово, ковидных пациентов в больнице, пробки образовываются, вот до чего мы дошли. И последний, наверное, такой аспект, о котором нельзя не сказать, что господин Павлец, он ведь не один, все время всех фокусируют на него, показывают на него пальцем, на самом деле у него есть целая фракция в Сиеме, 13 депутатов, у коалиции 56 депутатов, 56 минус 13, ну, мы все умеем считать, остается 43, то есть правительства нет. Если бы господин Павлец хотя бы раз стукнул кулачком по столу и сказал, так, ребята, или мы выполняем обещания данным медикам, или мы встаем и выходим, и больше этого правительства нет. Я вас уверяю, что все вопросы с финансированием зарплат медицинских работников были бы решены в одночасье, но даже это, это господин Павлец, к сожалению, не сделал. Это очень хорошо, конечно, что он сейчас обзванивает 12 пенсионеров и ездит вместе с медиками на эти пункты вакцинации в районы Риги, это, конечно, очень замечательно, но больше бы он пригодился именно как вот политик, который мог бы умело, простите за такое слово, манипулировать теми голосами, которые у него есть все ими. Ноль. Ничего. Хорошо, хорошо. Год назад, или сколько там, меньше года назад, уже сняли одного министра здравоохранения, Илзу Винкеле, тоже говорили, не справляется, давайте поставим вот молодого менеджера Павлюца. Снова ситуация, которая в народе называется на переправе коней не меняют. Что поменяется, если сейчас на смену Павлюцу придет кто-то другой, он человек, которого номинировали, он уже взял самоотвод, эту горячую картошку никто не хочет из рук в руки перебрасывать. Я предполагаю так, что сегодня премьер-министр Кавич не настроен, не настроен менять Павлюца. Во-первых, потому что действительно, как ты правильно заметил, не так-то будет легко найти новый министр. Во-вторых, действительно ситуация в стране катастрофическая с точки зрения заболеваемости ковидом. И третье, и это очень важный аспект, о котором, конечно, господин Каевич публично говорить не может, бюджет, хотя и согласован в первом чтении, но в принципе еще не принят в окончательном чтении. Сейчас разваливать коалицию, создавать повеченный кризис, наверное, он не рискнет. Поэтому я думаю, что все обойдется малой кровью. Господин Павлец уже на требования медиков отреагировал своеобразно. И в принципе логично. Сказал, что он с мобилизацией не будет торопиться. Видимо, сегодня господин Каевич, ну как я предполагаю, издаст резолюцию, которая поручит Павлецу наладить диалог с медиками, повстречаться со всеми влиятельными медицинскими организациями, выработать единый план действий. Я думаю, что господин Павлец попытается это сделать. И такой пожар на корабле на правительственном будет потушен. Но это мой прогноз. Конечно, мы никогда не можем исключить какие-то эмоциональные вещи, когда Павлец скажет, ай, все надоело, я ухожу. Но мы помним, что произошло после трагедии в Золе Туде. Были такие же требования. Кому же? Кому? Господину Павлецу. И он никуда не ушел. Это такая вот моя ремарка в завершении. Олег? А у меня просто последняя, может быть, проблема с коммуникацией. Может быть, еще и в этом была все-таки причина конфликта, поскольку я сразу вспоминаю знаменитую сцену из «Крестного отца», когда герой Марлона Брандо говорит, ты просишь меня, но ты делаешь это без должного уважения. Ты не называешь меня другом, ты не предлагаешь мне свою дружбу, ты даже не называешь меня крестным отцом. Вот как, есть что-то в этом, наверное? Я полностью согласен. Это, в принципе, одна из главных претензий, которые медицинские организации предъявляют господину Павлицу, отсутствие диалога. То есть, вообще, когда человек выходит с какими-то жесткими заявлениями, что касается мобилизации, не должны медики об этом узнавать из средства массовой информации. Я понимаю, что ситуация в стране очень тяжелая, но все-таки у нас не война. Я не имею в виду, что у нас нет военной агрессии, когда нужно быстрее и быстрее, хватай, так сказать, вещи, беги в военкомат. То есть, все-таки с людьми так нельзя. И в любом случае, мы же принимаем эту знаменитую пословицу «насильно мил не будешь». Мы действительно хотим медиков, которые готовы и могут качественно оказывать помощь больным, или мы что хотим сделать? Просто показать, кто в доме хозяин? Вот эти коммуникационные проблемы, о которых Олег сказал, я здесь полностью согласен. Я думаю, что это даже, это прежде всего. Вот с этого всего надо было начинать. Был бы нормальный диалог, не было бы вот таких политических обострений. Друзья, коллеги, отличный финал, как раз очень вовремя нам пора заканчивать, нам подают сигналы. Огромное спасибо, Олег, огромное спасибо, Абик. Мы сейчас прервемся, а после паузы, после новостей как раз поговорим с политологом Филиппом Раевским о коммуникации, о коммуникации в связи с пандемией, с процессом вакцинации, о подобных вещах, так что оставайтесь с нами, дальше будет все интереснее и интереснее.